Рассмотрим теперь позицию, что происходит, почему происходящее с Саулом, вот он отвержен Господом, причина. Ведь там интересная фраза есть, которая происходила, ведь он разбивает филистинские отряды. Хотя и написано, что это его сын, да, и филистинляне фактически пришли в большой гнев и пошли войною на израильтян, в Гилгале они ждут на войну. Что происходит? Кто помнит этот момент? Что происходит там? Это какое-то 9, это 13 глава, где-то... Хорошо. Саул должен быть дождаться кого? Самуила. Для чего? Разве Самуил имел право жертвоприношения делать? С какого? С чего вы взяли? С чего вы взяли, что Самуил мог приносить эту жертву? Но он не был священником. Но он приносил жертву, потому что писание было, и он же... Что он сделал? Смотрите очень внимательно, почему здесь злится сам Самуил, он говорит, что ты должен был исполнить повеление Господа. И не исполнить повеление Господа Богу, который был исполнить... А какое повеление Господа? Поищите, поищите быстренько это, поищите. Ведь повеление не то, чтобы было подождаться. Ссылки там нету. Пока мы будем искать этот момент... Хорошо, но... У Бога были одни планы, у него другие. Мне это нравится. У Бога всегда одни планы. Есть исполнение завета, закона, который Бог дал. Смотрите, в Левитам, 18 глава, там написано так. Скажи, если кто из дома Израилева и из пришельцев, которые живут между вами, принесет всесожжение или жертву и не приведет ко входу скинье собрания, чтобы совершить ее Господу, то истребится человек тот из народа своего. Всесожжение не могли приноситься без священников. Когда говорится перед Господом, имеется в виду, что священники должны были приносить жертву всесожжения. Это была левитская часть, левитов. И если мы говорим о том, что принес Самуил в жертву, то, сё, мы можем, как бы сказать, догадываться или даже, может, представить себе, что может ли Самуил прийти еще с кем-то, с левитом, каким-то, с освященником, который имел право это сделать. Было бы ли это, сказано, и принес левит, пришедший с Самуилом, жертву? Или это будет говориться от имени владыки, от судьи? Фактически, можно представить себе, что Самуил сам не приносил в жертву, как бы сказать, потому что это запретно было. И здесь Саул делает то, что нарушает принципы Божии. Мы не видим, что Давид приносил. Написано, что Давид принес в жертву. Но сам ли Давид приносил в жертву? А? Или нет? Сам ли Давид принес? Нет. Конечно, священники, которые были, и левиты, которые на это были поставлены. Поэтому, когда вот здесь вот идет, ты должен, он здесь конкретно говорит, что Самуил делал это. Он говорил, что делал это, он поспешил. И Самуил говорит, что тебе нужно было исполнить, как бы сказать, Божье повеление. А Божье повеление было в чем? Быть послушным. Потому что дальше он говорит фразу, которую мы упускаем, что послушание лучше жертвоприношение. Это уже 15 лет, да? Ну да, да, дальше идет, да. Именно послушание лучше жертвоприношение. Послушание закону Божьему, оно лучше, чем сама жертва. Вроде бы здесь и правильное, вроде бы, мы уже время ждали, мы же назначили время жертвы и так далее, и так далее. Но здесь вот ключевой вопрос именно ссылается на левитов, который говорит о том, что нужно было это сделать перед Господом. Перед Господом. То есть в лице священников перед Господом. То место, где Господь избирает. Понимаете, да или нет? Момент такой, да, время может быть потеряно. То есть к данному времени еще не успел прийти ни Самуил, ни другие, которые должны были в этом участвовать. Но Бог никогда не опаздывает. Мы торопимся, Бог не опаздывает. И это нужно было делать перед Господом. И вот эта часть, фактически, нарушение закона, как такового, послужило, наверное, больше, как бы сказать, причиной отвержения. Почему? Потому что и царь, и священник – это две разные позиции, которые Бог не смешивает до определенного момента. Потому что уже в Брихаташа мы читаем, что Ишуа стал первосвященником по чину Махаседека, да, и он является ходатаем перед Богом, за нас. И он является, как бы, корень Давидова и священником. Это единственное, где мы можем видеть эту позицию. Но он не претендовал на трон Давида или позицию Давида во времена его жизни. Он был из колена Давида, не Давида, а из лона Давидова, да, но он не претендовал на земное царство. И он говорит об этом, что мое царство нет от всего мира. И этот Иерусалим вечный, то место, где царь славы находится. И вот здесь, я думаю, что именно эта позиция, что царь не имеет права, не имеет права производить священские действия, священодействия. Он должен был ожидать об этом. И этот поворот жизни практически положил начало другому царю. И смотрите, что дальше говорит Самуил, что И сказал Самуил, худо поступил ты, что не исполнил повеление Господа Бога твоего, которое дано было тебе, ибо ныне упрочил бы Господь царство твое над Израилем навсегда. Но теперь не отступит царство, не устоит царство твое, извините, Господь найдет в себе мужа по сердцу своему и повелит ему, Господь, быть вождем народа своего, так как ты не исполнил того, что было повелено тебе Господом. И стал Самуил и пошел из Галгала в Гиву. И он, вот здесь вот такая момент, он ушел без раскаяния, без раскаяния. И это очень серьезная позиция. И мы понимаем, что вот в другом месте он опять нарушает, да, вот, опять он сохранил жизнь царя, и он не дает возможности, как бы, лукавит тем, что он приготовил эти все животные для сожжения, перед Господом хочу принести его, и Бог опять его обличает. И вот здесь вдруг Саул понимает все ошибки, говорит, почти меня перед людьми. То есть не унижай, не говори о том, что царству будет конец. Ты почти меня. То есть как бы сделать перед людьми лицемерие, только бы, что все нормально, все хорошо. И я скажу так, что в Брихаташа очень интересно тоже, что почтение других перед людьми, оно как бы становится грехом. Если человек согрешил, не нужно, грубо говоря так, лукавить перед народом о том, что он сделал. Можно сказать так, можем, пока человек раскаялся, можно покрыть грехи, покрывать грехи друг друга, да, носить и бремена друг друга. Но если человек из какой-то выгоды, положения, позиции не раскаивается в своих делах, а оправдывается, почему это делает, и при том он просит, чтобы не высвечивали все это на свет, я думаю, что такое положение этого человека долго не устоит, как не устояло царство Саула. Но хотя Саул царствовал 40 лет. Долго или мало? Но почему именно здесь говорит Самуил о том, что не устоит твое царство? Наследие, наследие. То есть не будет твоего наследия в потомках передаваться в наследство, такое положение. И я думаю, что это интересно, потому что сам Иоаннафан, он отказывается от своего первородства, от своего претендента быть на царя. Давайте мы вернемся еще к некоторым другим вопросам. Самуил ищет Давида в это время, уже ищет того, которого Господь изберет по сердцу своему. И Диане Апостолов, Павел говорит о том, что избрал Давида по сердцу Саула, он отверг. Это Павел говорит об этом. Важно, что Самуил ищет в 16 главе. А 16 глава посвящается Давиду. И сказал Господь Самуил, доколе будешь ты печалиться о Сауле, которого я отверг, чтобы он не был царем над Израилем. Интересно, да? Вот секунду. Тут до этого Самуил, шмулик давал всем жару, и Саулу высказал все жестко. И тут Господь говорит, почему ты печалишься? Видно, вот на самом деле, что разочарование иногда приходит в жизнь Самуила очень сильно. Вот мы видим само даже то, что дети не были его последователями. Такой народ не хочет судей, а хочет царя. И где-то он противится этому. Потом мы видим, что избрание самого Саула, вроде бы какая-то надежда пришла. Он говорит очень положительно к этому. И вдруг согрешение Саула приводит его в такой праведный гнев. Он говорит, что слушаться Господа. И проходит время. Здесь просто неизвестно времени, сколько год, два. Я не знаю, сколько времени проходит с того части. Хотя, я думаю, не сильно много, потому что Иоаннафан, он уже был предводителем, наверное, отряда какого-то. Где он, мы только читали, он разгромил маленький отряд филистимлян. За один раз там 20 человек покосил, да, помните? И вот здесь где-то вот эта тоска о том, что неужели мы промахнулись? Неужели мы, как бы сказать, по своей наивности, желанию иметь царя, на самом деле потеряли отношение с Богом? Где же то, что я сказал, что Бог изберет другого царя? Лучше бы я это не говорил. Пороки иногда высказывают какие-то части, а потом жалеют, о чем он говорит. И вот здесь Бог дальше начинает работать с Самуилом. Продолжаем. Наполни рог твой елеем и пойди, я пошлю тебя к Иесею Вифлюмиянину, ибо между сыновьями его я усмотрел себе царя. И сказал Самуил, как я пойду? Саул услышит и убьет меня. Господь сказал, возьми в руку твою телицу из стада и скажи, я пришел для жертвоприношения Господу, и пригласи Иесея к жертве, и я укажу тебе, что дело тебе, и ты помашь мне того, о котором я скажу тебе. И сделал Самуил так, как сказал ему Господь. Когда пришел он в Вифлеем, то старейшины города с трепетом вышли навстречу ему и сказали, мирен ли приход твой? И отвечал он, мирен, для жертвоприношения Господу пришел я, осветитесь и идите со мною к жертвоприношению. И осветил Иесея и сыновей его, и пригласил их к жертве. И когда они пришли, он, увидев Елеава, сказал, верно сей пред Господом помазанник его. Но Господь сказал Самуилу, не смотри на вид его и на высоту роста его, я отринул его. Я смотрю не так, как смотрит человек, ибо человек смотрит на лице, а Господь смотрит на сердце. И позвал Иесей Аминадава и подвел его к Самуилу, и сказал Самуил, и этого не избрал Господь. И подвел Иесей Самуилу, и сказал Самуил, и этого не избрал Господь. Так подводил Иесей Самуилу семерых сыновей своих. Но Самуил сказал Иесею, никого из этих не избрал Господь. И сказал Самуил Иесею, все ли дети здесь? И отвечал Иесей, есть еще меньший. Он пасет овец. И сказал Самуил Иесею, пошли и возьми его, ибо мы не сядем обедать, доколе не придет он сюда. И послал Иесея, и привели его. Он был белокур с красивыми глазами и приятным лицом. И сказал Господь, встань, помажь его, ибо это он. И взял Самуил рог с селеем и помазал его среди братьев его. И почивал Дух Господен на Давиде с того дня и после. Самуил же встал и отошел в раму. А от Саула отступил Дух Господен и возмущал его злой Дух от Господа. И сказали слуги Саулову ему, вот злой Дух от Бога возмущает тебя. Пусть Господин наш прикажет слугам своим, которые пред тобой, поискать человека искусственного в игре на гуслях. И когда придет на тебя злой Дух от Бога, то он, играя рукой своей, будет успокаивать тебя. И отвечал Саул слугам своим, найдите мне человека, хорошо играющего, и представьте его ко мне. Тогда один из слуг его сказал, вот я видел и у Исея Вифлеемиянина, сына, умеющего играть, человека храброго и воинственного, и разумного в речах, и видного с собой, и Господь с ним. И послал Саул вестников к Исею и сказал, пошли ко мне с Давида, сына твоего, который при стаде. И взял ей сей осла с хлебом и мех, с вином и одного козленка, и послал с Давидом, сыном своим, к Саулу. Смотрите, интересный момент, что Господь уже заранее опять говорит Самуилу о человеке, который, как бы, потом, говорится, по сердцу Божьему. И когда я задаю себе вопрос, ну почему Давид, вот почему Давид? Потому что по сердцу Божьему, потому что играл на гуслях. Фактически один ответ мы сразу нашли. Вот говорит, я видел одного человека у Исея, сына Давида, который играет искусно на гуслях. И с ним Господь. И с ним Господь. Ну, понятно, что где-то вот богобоязненность, богопочитание всегда было заметно. Это равносильно, как Иосиф, который был продан в рабство, и написано, что и Господь был с ним. И даже, будем говорить так, когда он был в темнице, говорится, что и увидели, что бог был с ним. Ведь они не знали бога Израилева, но Господь был с ним. Значит, что-то было в жизни того же Давида и в жизни Иосифа, что подтверждало богобоязненность, это видно. Я думаю, что многие из нас замечают людей, которые, может быть, не сильно выделяющиеся из общества. Но когда ты с ним общаешься, когда ты с ним говоришь, когда ты с ним имеешь дело, ты понимаешь, что его поведение, его разговор, его ответ, его, может быть, ответственность, которую он несет, ты четко понимаешь, что бог с ним, что бог реально благословляет. Но очень интересно, что мы здесь видим одну фразу, которую многие в современной христианстве, в современной церкви немножко упускают. Особенно в последнее время, когда мы говорим о том, что существует понимание добра и зла, знание бесов, исцеление, освобождение и все остальное. И вопрос сегодня проклятия, заимствующие поколения, проклятие поколений и так далее. Что кто-то снимает эту порчу, кто-то одевает эту порчу, кто-то еще там делает вещи. Забывает, что есть выражения, которые должны нас очень сильно взбадривать и должны понимать, что не все, что с проявлениями бесноватости, либо от демонов. Например, на Саула сошел дух, который его мучил. Злой дух от Господа. Очень интересное выражение. Злой дух от Господа. Как это так не совпадает с теорией наследственного проклятия. Какого-то там еще. Что-то такое не очень. То есть согрешение, сознательного греха приводит человека, наверное, к тому состоянию, где он поддается тому духу, который исходит от Господа, как наказание. Но при всем этом есть милость. Вы заметили, да? И тут как бы милость нашли сами люди, когда начинается пение или что-то еще. Вдруг сразу ему становится хорошо, нормально. Как бы полегчало такое. Говорит, найдите мне человека, который был бы искусным, хорошо бы играл. Представляете, Давиду сколько пришлось делать хвалы и поклонения. Точнее, на час, не на два. Здесь даже говорится как бы о том, что трижды подтверждается, что вот слово о злом духе. Ну, сперва там с 14 стиха. От Саула отступил дух Господень и возмущал его злой дух от Господа. Потом и сказали слуги Саулу, вот злой дух от Бога возмущает тебя. И дальше, пусть Господин наш прикажет слугам своим, которые пред тобой поискать человека искусного в игре на гуслях. И когда придет на тебя злой дух от Бога, то он, играя руками, рукой своей будет успокаивать тебя. То есть, как бы здесь подтверждение идет о том, что на самом деле дух исходит от Бога. Ну, для того, чтобы его… Мы должны очень понимать правильные вещи. Есть действительно, там Писание говорит о том, что незаслуженное проклятие, как воробей, спорхнет и улетит. Незаслуженное проклятие. Есть проклятие, которое мы читаем в Танахе о том, что вот благословение, либо проклятие, либо то, что мы псевдо-благословение, да, оно обращается в неблагословение для человека, позже, да. Вот этот момент, очень важно понимать, что эти вот самостоятельно люди, человек входит в это. Особенно те, кто безбожники, не знающие Бога, служат другим духом, вызывают духов, колдовство, которое запрещалось. Эта часть очень, как бы, серьезная. Здесь же, в данной ситуации, говорится, что дух злой приходил от Бога. Может ли от Бога, у Бога быть злые духи, там, где он в святости живет? Как это тогда будет получаться от Бога? Мы говорили об этом. То есть, другими словами, Бог всемогущ и весь Иисус. И не всегда нужно применять тот вариант, который мы привыкли, что вот со всяким проявлением видеть бесов, которые нужно изгонять, связывать и так далее. Не на все у нас есть власть, хотя написано, все даю во власть на всякую силу, вражью, но, еще раз, не на все. Мы видим в других местах, что и Павел запретил духу, запретил. Слово запретил не означает изгнал. Я могу запретить проявление, я могу запретить прорицательность и так далее. Потом, как бы, я доставал, а потом он взял и изгнал. То есть, есть моменты, где ты запрещаешь. И вот здесь, фактически, тот же уровень запрета идет. Здесь никто не искал, как бы и этот дух изгнать. Здесь нашли другое, как бы, как его успокоить. Потому что понимали, я думаю, что, а понимали, что этот дух, возмущение, которого, ну, так сказать, посещал, это было от Господа, как кара. И я думаю, что у людей было больше понимания и сенсы, чем в современном христианском движении. Я не в упрек, говорю, я не в упрек, я просто говорю, что есть разные положения. Поэтому, когда Иешуа говорил о том, что сей дух изгоняется постом и молитвой, да, он не имел в виду, только вот будешь поститься, молиться, и все это быстро произойдет. А он говорил о том, что дух святой, он откроет, то есть, будет понимание такое, как развлечение духов, развлечение. А развлечение приходит не когда ты просто ходишь в этом, а ты смиренный, когда ты имеешь общение с Богом, ты спрашиваешь у Бога, что это конкретно, какие корни, какие плоды, что мы видим. Это, как бы, от тебя, чтобы человек смирялся или нет? Почему я говорю об этом? Потому что не практикуются некоторые вещи, которые должны практиковаться в служениях, в собраниях. Например, если человек согрешает против тебя, да, пойди и выскажи ему. Писание так говорит, нет? И ты пошел, высказал. Высказал ему что? Что он против тебя согрешил. Но у нас же любят говорить как, так, я тебе говорю, ты не прав, вот так и все. Потом, если человек принял, принял это, значит, это говорит о том, что нужно сказать так, чтобы человек принял его. Нужно говорить с любовью, ты друга что увещевайте, да, с любовью. И если человек не принял, не раскаялся, пойди возьми свидетеля. Мы же об этом говорили один раз. Свидели не тому, что ты сказал. Знаешь, там, видел брата, он там бутылку пива, пил там, нес бутылку пива, да, вот. Пошли со мной, будешь мне свидетелем о том, что я буду его обличать. Пришел и говорит, я видел, а тот говорит, ну, как бы я согласен с братом. А он говорит, а ты видел, ну, он же мне сказал, значит, надо тех свидетелей, которые на самом деле видели, что произошло, да, и тогда работать. Если не произошло это, то есть он скажет, что, друзья, вы вдвоем у вас были галюники, то есть я ничего не было, ничего не видел, ничего не знаю. Мне тогда вообще не я был, а у вас просто в голове эти самые. То есть подсказать это в церкви, то есть как бы человек не кается, нет раскаяния при свидетелях, говорится в церкви для того, чтобы пристыдить. То есть взять на замечание, то есть на то, чтобы человек мог иметь сенс, чтобы не общаться с ним, не приветствовать его. Потому что назвать друг друга братом в то время означало как бы очень большое доверие. Чтобы стать братом, нужно было пройти довольно долгое время испытания, доказать, что ты верный христианин, верующий человек. Если покаяться, то есть принимать, если через время не покаяться и отрицать, и продолжает себя вести так, то написана очень такая фраза, что Павел говорит, вот что бы я сделал бы с таким человеком. И я бы предал его тело сатане, вознемождение плоти, чтобы что? Ага, ты добавил там ничего, Мессия, молодец. Там это, чтобы был, вот найди там место. Чтобы был спасен. Другими словами, у церкви есть возможность и право предавать нечистым духам. Страшно? Очень страшно. Но где вы видели, чтобы это было? Происходило. Чтобы публично сказали бы, мы предаем его тело, чтобы душа была спасена. Интересный момент. То есть, если человек будет бесноватым, или бесы будут на него действовать, то фактически мы всегда говорим, он идет в ад, он не спасен. А здесь Писание говорит, другую версию дает, что будет. Его тело страдает, чтобы душа была, дух был спасен. Удивительно. А если раскается, то пускай восстанавливается. Он не мог никуда уйти, он должен был восстанавливаться здесь. Это не происходит. Другими словами, мы можем сказать, что у нас в общине, в церкви, есть та власть, которая, как у Господа, предавать людей, если они согрешили и не раскаиваться. Позиция здесь, на Саула сошел дух злой от Господа по причине его преступления и нежелания раскаиваться. Не было желания раскаиваться. У него не было понятия, что раскаяние пред Господом может изменить всю жизнь. А он искал утверждение, подтверждение у Самуила, чтобы он оправдал его действия. И здесь вот оборот такой начинается от того, что Бог избирает Давида. Давида по своему сердцу. Почему Давида? Кто был Давид? Пастух. Это понятно. Кто был его отец? Нет, он был бы человек. Он не мог быть священником, чтобы вы понимали. Кто была его бабка? Руфь. Амовитянка. Я хочу, чтобы... Моавитянка. Моавит. Из Моава. И вот здесь включается Божий план. Помните, мы говорили о том, что были судьи. И когда избирание царя, желание царя, это не просто было желание людей. Конечно, это отвержение Бога. Но у Бога уже был план предусмотренный в том, чтобы наследие было вечное от Господа. И спасение народов всего. И Израиля, и всех остальных народов. И Бог вспоминает, я так думаю, даже ту молитву, которая молилась не аминь. Ее называли благодатная. Она особое такое положение. Она говорила о благословении. И вот это благословение и выливается в несколько поколений вперед. И богобоязненность, наверное, верность пред Господом, и было обучением для Давида. И Бог избирает Давида по сердцу своему, потому что все остальные, несколько поколений до него, они имели полную надежду, полную уверенность в Господе. Даже до того, что хотелось, чтобы они готовы были страдать, только не отречься от Бога. И причем здесь еще обороты. Где ты умрешь, там и я умру. Где ты, куда ты пойду, туда я пойду. Твой народ станет моим народом, и твой Бог станет моим Богом. И это не были слова, это было подтверждение с действиями и великим благословением. Даже Ваос говорил, я слышал, что ты сделала для своей свекрови. То есть, имея возможность отречься от всего, идти своей собственной жизнью, берет на себя ответственность. И никто из нас никогда не хочет брать заранее ответственность, заранее знать, что это ответственность, идти в бедность, в нищету. Возьмите Руфь. Она знает, куда идет ее свекровь. И знает, что у нее не будет благословения. Она знает, что ничего не будет, ни пищи, ни пропитания, ее нету ни поля, ни места, где быть с ней. И Меоми, она говорит, уходи, у меня ничего нету, ничего у меня нету, ни наследства, ни еще сына, чтобы тебе дать. И она делает это добровольно. Руфь делает добровольно, жертвует своей юностью, может быть, своим положением, может быть, своей карьерой. Можно было вернуться спокойно, начать всю жизнь заново, своим богам и все остальное. И она, рискуя всей своей жизнью, что никогда она не будет уже в благословении, либо остаться нищей, она говорит, я решила следовать за твоим богом, даже если у меня ничего не будет. И я понимаю, лично мое мнение такое, что вот это и есть вознаграждение от Господа. Бог искал человека по сердцу своему, уже не по сердцу народа, не так, как народ смотрел, не так, как народ хотел, невысокий и так далее. Чтобы он выше всех был, и сильнее всех, и был агрессивный и так далее. Они получили, что они просили. И Бог говорит, теперь мой черед выбирать человека по сердцу моему. Но в этом сердце моем идет направление к Мессии, к наследству вечному. И обещание Бог дает Давиду, что он вас сядет на троне твоем или же на твоем престоле навечно. Хотя мы знаем, что династия Давида прервалась, как царей, которые действовали, царствовали. Но фактически мы видим изменение, которое начинается с Давида здесь. Мы также здесь дальше о Давиде видим, что Давид был не только как бы богобоязненный. Он был и в добром смысле дерзкий. Он и шел нам как бы бесстрашно, зная, что Бог с ним. Вот этот момент очень интересный, потому что опять филистимляне выходят на войну с Израилем. Опять идут на сражение. И во главе рыцарского движения идет Голиаф. И мы понимаем, что весь Израиль собирается на войну, тысячи-тысячи людей. И Голиаф начинает надсмехаться над Израилем, надсмехаться над войском, которое господнее. И Давид приходит туда, чаще всего считают, что Давид был подростком. Я не знаю, во всех фильмах, мультфильмах, во всех картинах рисуют или же создают такой имидж, и такой вид Давида, что он подросток, который имеет такую дерзость пред богом. И даже кучерявый, белокурый, по-разному называют Давида. Но для меня понятно, что ссылку делать, почему он молод, потому что он примерил одежды Саула, и они на него были велики, неудобны. Я вас умоляю, померили бы вы чьи-то одежду двухметрового, 2,10, 2,20 мужика, вы поняли, что на вас все будет тоже неудобно. Как наш Сережа, который приходит, помните, спасатель высокий такой. Одел бы я его одежду, на что бы я был похожий. Конечно, было бы неудобно, эти все вещи. Поэтому я не думаю, что нужно ссылаться на такую позицию, чтобы он был подростком. Потому что Инофан уже тогда был военным человеком, он уже был воином. И они об этом очень любили, полюбили друг друга, как братья стали. Но мы к этому придем попозже, а сейчас перерыв.